Автопарк заповедника Неницкий пополнили три новых снегохода «Ямаха» с зимними санями. Это стало возможно благодаря сотрудничеству со Всемирным фондом дикой природы. Для каких целей будет использоваться новая техника и в чем ее преимущество, узнала наша съемочная группа. Эти снегоходы «Ямаха» имеют ряд преимуществ перед своими собратьями и идеально подходят для защитников природы Неницкого округа. Снегоходы четырехтактные, то есть они экономичные, они с минимальным выбросом загрязняющих веществ. С минимальным воздействием на окружающую среду. Ну и у них очень большая грузоподъемность. То есть мы обычно в заповедник, когда выезжаем, везем как топливо, так и снаряжение, людей, персонал, различное оборудование. То есть можно, допустим, вместо двух снегоходов «Тайга» использовать один такой снегоход, как «Ямаха Профессионал». То есть это экономия, в том числе и бюджетных средств. Три новеньких снегохода и зимние сани приобретены Всемирным фондом дикой природы и переданы заповеднику Неницкий в рамках сотрудничества. Всемирный фонд дикой природы уже достаточно давно сотрудничает с заповедником Неницкий. У нас чаще всего мы проводим совместную работу в области каких-либо научных исследований, мониторинга биологического разнообразия. И вот ввиду того, чтобы расширить, скажем так, наше поле научно-исследовательское, для того, чтобы сотрудники заповедника могли в отдалённых частях находиться дольше и более уверенно себя чувствовали, как раз была приобретена вот эта техника. Такой подарок от Всемирного фонда дикой природы пришёлся как нельзя кстати. Новая техника, уверены экологи, в дороге не подведёт. Благодаря этим снегоходам мы уже смело можем посещать наши самые удалённые участки нашего заповедника. Это побережье Баренцево моря, это и заказник Неницкий, колоколковская губа, это и болванская губа. То есть, ну, больше шансов, так сказать, доехать без всяких поломок, переключений до наших отдалённых участков заповедника. Всемирный фонд дикой природы и заповедник Неницкий – давние друзья. И это не последний совместный проект в сфере охраны окружающей среды и изучения биологического разнообразия.